всем доброго уральского и снежного дня меня зовут малев андрей я представляю торгово-сервисную компанию фабрика компрессоров город челябинск для начала наша компания как и обычно занимается продажей нового и б.у. оборудования давайте небольшим обзором покажем сейчас наличие есть компрессоры от 5 до 30 кубов давление от 7 до 25 атмосфер различные варианты компрессоров также как и прежде мы принимаем б.у. компрессоры в трейд-ин занимаемся также обычным выкупом под восстановление то есть различные варианты рассматриваем для того чтобы было максимально комфорта клиенту приобрести новый компрессор также в зачет старого сегодня у нас на обзоре интересный компрессор все давно уже соскучились по компрессорам атласкопка на российском рынке они долгое время отсутствовали и наконец-то у нас параллельный импорт налажен сегодня у нас ариаком с а x 112 давайте посмотрим на характеристики данного компрессора 10 метров кубических в минуту и рабочее давление 12 атмосфер производства 2023 год сегодня на данном обзоре мы хотим сравнить компрессоры показать вам что да действительно данная модель является полной точной копией компрессора атласкопка xhs 400 та моделька называлась пейс с автоматической регулировкой давления здесь давление у нас не регулируется она постоянная 12 атмосфер давайте непосредственно придем к перейдем к сравнению агрегатов здесь у нас установлен дизельный силовой агрегат производства каменс дизельные двигатели каменс давно уже локализованы на автоматизированном производстве в китае завод don feng их выпускает компрессоры всем известные изученные понятные в россии уже сформирована давно рем база есть всевозможные схемы для подбора также и аналогов запчастей то есть двигатель понятный также многие перед покупкой всегда сравнивают и смотрят на силовой агрегат где он еще используется данные двигатели используются в строительной технике в автомобиле строение в компрессорной технике также они ставятся на всевозможные генераторы балансируют они примерно в серединке это не очень дорогой и не самый дешевый двигатель он точно добился своей популярности давайте перейдем к его характеристикам двигатель у нас четырехцилиндровый питанием питание топливом достигается вот за счет тнвд это топливный насос высокого давления здесь отсутствует common rail то есть это прямое снабжение каждой отдельной форсунки этот тнвд механический то есть это самая простейшая система подачи топлива тем самым в общем то наверное не достигается максимальная экономичность но достигается максимальная надежность а в россии это важный момент также когда в россии мы все знаем что есть проблемы с качеством топлива такая система гораздо лучше себя показывает и с точки зрения к чистоте топлива и с точки зрения вот такой вот собственно низкой температуры в работе компрессор заводится и запускается лучше далее здесь у нас винтовой блок атлас копка в общем это сердце любого компрессора и все обращают на него тоже свое внимание ресурс данного винтового блока 40 тысяч моточасов атлас копка уже себя давным-давно зарекомендовала как премиум бренд который выпускает премиум товар и собственно ресурс таких блоков уже никому не нужно объяснять он действительно велик давайте обойдем с обратной стороны рассмотрим его поближе поскольку такие винтовые блоки выпускает действительно огромная корпорация туда внедряется только лучшие решения максимальная роботизация максимальная точность подгонки винтов следовательно это действительно надежный и хороший товар передача момента у нас происходит через муфту здесь у нас расположен впускной клапан и через такие вот металлические патрубки происходит всас воздуха от воздушного фильтра патрубок у нас приподнят кверху чтобы у нас более лучше происходил всас воздуха уже более-менее теплого воздуха далее здесь у нас расположен такой защищенный электрический шкаф здесь у нас располагается масса вот в таком не классическом виде и два реле времени которые отвечают там за собственные какие-то регулировки при запуске в общем то здесь каких-то еще дополнительных особенностей мы не увидим сейчас закроем ведь у нас просто ключи на ходу примерзают в нашем уральском регионе далее отдельная особенность обратите внимание что здесь у нас уже расположен осушитель его же многие производители называют охладитель главная цель по которым здесь устанавливается это отделение из горячего сжатого воздуха влаги пыли и грязи грубо говоря деление эмульсии то есть в радиаторе происходит охлаждение конденсация дальше воздух летит в сепаратор магистральный и уже сепаратор разбрасывается наружу через отводящие патрубки такое исполнение очень эффективно в межсезонье а также в регионах с повышенной влажностью это приветствуется однозначно и на бурении и на пескоструйных работах и на пик на пиз на покрасочных работах где присутствие воды допускается в самых-самых минимальных своих значениях далее здесь у нас расположен топливный бак его объем 185 литров этого достаточно на целую смену 10-12 часов расход топлива у данного компрессора составляет 20 килограмм в час соответственно это достаточно хороший показатель среди даже китайских собратьев отдельно стоит обратить внимание что у нас здесь располагаются все фильтры original parts это обозначение именно атласкопка все комплекты ставятся и подходят от аналогичных компрессоров атласкопка далее здесь у нас располагается панель управления люди которые уже эксплуатировали компрессоры chicago pneumatics атласкопка им эта панель полностью знакома отображение уровня топлива датчик моточасов и рабочее давление при повороте ключа при первичном повороте ключа у нас срабатывают индикация свечей зажигания также есть отдельный тублер для старта и открытия клапана впускного и происходит накачка вся процедура процедура запуска и остановки у нас вот здесь на пиктограммках отображается да стоит обратить внимание в принципе аналогичным образом как и на атласкопка все рабочие жидкости удобно выведены вниз компрессора с отдельными шлангами то есть вы всегда можете слить именно в какую-то тару да не при этом не мучаясь не проникая в какие-то дебри самого компрессора полностью все рабочие жидкости также те кто помнят атласкопка наверное заметят что здесь вот такой вот заливная горловина охлаждающей жидкости все всегда ищут расширительный бачок но как по заявлению атласкопка он встроен верхнюю часть самого радиатора здесь ровно та же самая аналогичная система так предлагаем перейти к запуску компрессора на торцевой части у нас здесь основные выходы для сжатого воздуха это двухдюймовый и трехчетвертные выходы подачу воздуха мы сейчас будем осуществлять через глушитель именно из двухдюймового крана так делаем первый поворот ключа у нас загорается пиктограмм к что у нас подача напряжения произошла происходит подогрев и переходим к запуску компрессора компрессор работает ровно запускается достаточно хорошо даже достаточно низкие температуры но сегодня температура минус 10 это нормальная обычная рабочая температура выхлопные газы у нас не имеют какой-то синевы черноты принципе это вот основные моменты для погрузки у нас здесь есть такая еще удобная дверка да то есть мы можем грузить и цеплять за одну единственную точку баланс развесовки уже соблюден мы даем обязательно прогреться компрессору какое-то время и после этого поворотом тумблера можем нагрузить его здесь у нас отображается рабочее давление сейчас мы дали вам возможность продемонстрировать рабочее давление максимальное максимальном режиме скорость вращения двигателя всего лишь 2000 оборотов на холостом ходу 1400 оборотов то есть это достаточно тихоходное исполнение также стоит обратить внимание что данный двигатель имеет достаточную мощность необходимую для работы данного винтового блока также и за счет того что здесь турбонагнетатель расположен он в какой-то мере позволяет достичь такого вот минимального расхода топлива в принципе на этом все покупайте данную модельку для любых задач в любой регион данный компрессор вас не за не разочарует всего доброго до свидания так на вашей серии он 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 о он Продолжение следует...